В этом зале занимаются победители. Осень для федерации ММА Уссурийска получилась очень насыщенной. На днях спортсмены вернулись из города Умск. Там проходил межрегиональный турнир на Кубок Ермака. Дебютантом оказался Азамат Нагаев. Парень впервые поехал на соревнования по смешанным единоборствам. До этого занимался другим видом спорта. Азамат по ММА дрался первый раз. Так он представитель вольной борьбы и рукопашного боя. Но вот мы предпланифицировали его год тренировок. Он очень хорошо себя показал в нашем виде спорта. В сумме Азамат провел три боя. В финале он вышел в октагон с соперником из Омска Кириллом Едалиным. Сейчас спортсмен вспоминает, этот бой был самым трудным. Работали в ударной технике в стойке и даже немного ушли в борьбу. Едалин не собирался отдавать победу, но в третьем раунде нашему бойцу удалось удачно сделать захват, который решил исход поединка. Все время рядом с подопечным был тренер Сергей Сумароков. По началу, да, скажем так, до выхода в клетку, первого боя особенно, ну, все равно как-то не по себе. Ну, рядом был тренер, он настраивал. Моральная часть подходит полностью ему, я как бы был готов. Ну, а уже в клетке все пошло по сценарию. А вот гордость федерации. Один из самых перспективных спортсменов Дальнего Востока – Александр Чемаев. Недавно он вышел на профессиональный ринг. До этого выступал в любителях. Дебютный бой проходил в Иркутске. Зрителей на турнир не пустили из-за пандемии, поэтому со своим соперником Александром Хамкаловым Чемаев встретился один на один. Соперник был борец у меня, такой неплохой, хороший борец. Ну, мы готовились к этому, на самом деле. Хотелось, конечно, подраться, больше ударов в стойке провести, какие-то там свои заготовки. Ну, чуть-чуть бой пошел не по плану. Пришлось перестраиваться под соперника и, как говорится, план Б. Работать Александру пришлось в партере. Это значит вставать, защищаться и атаковать самостоятельно. Бой получился напряженным. Соперники провели три раунда по пять минут. Наш спортсмен сделал все для победы. Казалось, что вот-вот чаша весов склонится в его пользу. Но в итоге соперник вывел бой в ничью. Такой исход Александра устроил, но он пообещал вернуться и все же забрать лавры победителя на профессиональном ринге. А пока спортсмен готовится к еще одному важному бою, который планируют провести 12 декабря. Его подробности пока не разглашаются.